знаете ли вы что 70 процентов белорусских домохозяйств возглавляют женщины давайте спросим что волнует сегодня наших женщин когда-то мне преподаватель один умно сказал когда я еще училась на двух стульях не усидеть то есть либо выбираешь дом успешный либо хорошую растущую карьеру конечно домашние дела семья на первом месте конечно карьера но и домашние дела я как-то совмещала и то и другое для меня это важно это и другое я должна успевать все я это делаю получается как силу своего характера я готова делать все потому что это идет на мой дом это для меня лично будет лучше по данным выборочного исследования бюджета времени населения который был проведен белстатом недавно на ведение домашнего хозяйства и уход за детьми в среднем за день недели женщины тратят два раза больше времени чем мужчина также вот цифра которая уже не меняется несколько лет о том что только один процент мужчин уходят в отпуск по уходу за ребенка и соответственно это значит что ну объективно женщины проводят намного больше времени дома и я уверена о том что вот эта программа она точно для женщин есть очень интересные цифры приготовлением пищи занимаются 90 процентов женщин и 44 процента мужчин моют посуду 83 процента женщин и 31 процент мужчин 82 процента женщин и соответственно 44 процента мужчин убирают свое жилье интересно что такое живут распределение обязанности подтвердилась и в рамках другого исследования которое проводилось чуть позднее в семнадцатом году поколение гендер если говорить про распределение обязанности сфере ухода за детьми то женщины практически всегда остаются дома если ребенок болеет на больничном заниматься одеванием детей укладывают спать играют делают домашние задания вместе с детьми это исследование показало что он определенно мужской работой дома респонденты назвали только мелкий ремонт и интересно что женщины часто заведуют домашними финансами то есть ведут домашнюю бухгалтерию вся вот эта статистика она говорит о том что именно женщины вообще должны принять самое активное участие в этой программе мне кажется что все такие технические нововведения это вообще основа для безопасной и комфортной жизни женщин мужчин и вообще семей так что мне кажется женщина сдержать большинстве домохозяйств именно женщины являются теми кто вот активно управляет домашними финансами и мне кажется что здесь это действительно еще одна такая хорошая возможность если они так уже управляют управлять более эффективно и сэкономленные ресурсы средства использовать на что-то другое например на свою же развитие своей карьеры на развитие карьеры своих детей или улучшение благосостояния комфорта своего же жилища я хочу пожелать девушкам женщинам которые принимают участие в этой программе активно участвовать в принятии решений предлагать свое видение проблемы и возможное решение основываясь именно на своем практическом опыте не бояться технических терминов длинных инструкций это классно мне очень бы хотелось чтобы такая программа была и именно с фокусом на женщин девушек как таких активных участниц этого проекта почему потому что хочется ломать стереотипы о том что в строительстве в домах у нас разбираются только мужчины но это абсолютно не так женщина это больше половины населения беларуси и я абсолютно уверена о том что они абсолютно должны активно участвовать во всех процессах имеет такие инструменты женщина может точно самостоятельно регулировать расход тех ресурсов которые она использует и соответственно от того бюджета который на на это может потратить и мне кажется что именно вот это ощущение того что ты сама можешь вообще это контролировать и и решать кажется это очень такой классная мотиватор и я бы сама кстати хотела если бы такая возможность была я бы с большим удовольствием сама стала бы членом такой программы я хочу пожелать женщинам не бояться верить в себя с вами был проект тепло ухату за меньшую оплату до встречи в следующих сериях ну как не согласиться чудо ну и красота счастье совсем другое но самое главное не бояться чудо ну и Субтитры подогнал «Симон»